Представители бизнес-королевства Дании заинтересованы в сотрудничестве с Башкортостаном главным образом в сельском хозяйстве. Об этом стало известно сегодня по итогам двусторонней встречи официальной делегации Дании и Министерства сельского хозяйства Башкортостана. Активность датских производителей объясняется попытками сохранить свои позиции на российском рынке в непростой экономической ситуации и не потерять лояльность российских клиентов. Так, во втором квартале 2018 года товарооборот России с Данией увеличился на 101%, то есть практически вдвое по сравнению с аналогичным показателем 2017 года. Это объясняется тем, что в 2013 и 2016 годах торговля между странами практически прекратилась. Россия импортирует из Дании оборудование, зерновую продукцию, живых животных, а также готовые корма для них. В свою очередь в структуре экспорта России в Данию основная доля поставок приходится на минеральные продукты, и металлы. Конечно, в целом наши торгово-экономические отношения с Россией ослабли, чем это было, к примеру, до 2014 года. Но тем не менее, все же наблюдается оживление. Российские регионы интересуются нашим оборудованием, продукцией фармацевтики, техникой. Мы же заинтересованы молочным направлением в Башкортостане. У нас большие амбиции в этой сфере. Перспективы очень большие также в растениеводстве. У вас есть крупные свиноводческие комплексы. Это нам тоже интересно. Поэтому большая часть нашей делегации – это те бизнесмены, которые заняты в сельском хозяйстве. Представители Королевского посольства Дании в Москве и бизнесмены пробудут в Башкортостане до конца недели. За это время они посетят крупные агропромышленные предприятия республики, где презентуют местным производителям датские породы крупного рогатого скота, свиней, современную сельхозтехнику и упаковочное оборудование. На сегодняшний день на территории республики при участии датского капитала зарегистрированы порядка 10 предприятий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова